Всем привет, дамы и господа, с вами Slim. Сегодня выпуск будет посвящен новому премтанку, который называется Mantis. Это наемник средний танк 8 уровня. Да, этот сезон в этом плане неоднозначный. Мало того, что Чикаго штампует новые премтанки один за одним, так и еще после долгой паузы в нашей игре появляется, по-моему, к ряду четвертый наемник. Причем для обоих режимов. Что касаемо Mantis, то я думаю многие из вас узнали корпус от легкого танка 7 уровня советов. Это ЛТГ. Также у нас башня от американского танка Т-54Е1. И украшают это все барабанная пушка на 4 снаряда с альфой в 240 единиц. В целом, я думаю, танк в большей степени подходит как конкурент Астрон Рексу, но забегая вперед, скажу, что до него ему далеко. Хоть у танка есть свое преимущество, тем не менее, тем не менее, для рандома Астрон Рекс более актуальная машина. Давайте бегло пробежимся по характеристикам нашей машины и обсудим достоинства и недостатки. Mantis попадает в бои к 10 уровням. Бонус в серебро у него 50%, бонус опыта машины 10%, запас прочности 1200 единиц. Что не очень много, с учетом того, что мы абсолютно картонная машина. Да, иногда мы получаем какие-то непробития в лоб башни, но во всем остальном наше ХП просто тает, особенно если мы попадаем в бои к десяткам. То есть в плане выживаемости машина очень слаба. Мощность двигателя у нас 850 лошадиных сил и удельная мощность очень хорошая. 33 и 33 лошадиных сил на тонну. Максимальная скорость вперед 63 км в час, максимальная скорость движения назад 20 км в час. В плане набора скорости, в плане максимальной скорости, мне этот танк немножко напомнил Бориску. То есть с одной стороны мы неплохо набираем скорость, а с другой стороны мы не рекордно быстрая машина. Тем не менее, этой скорости вам будет достаточно, чтобы занимать прострельные позиции и в случае необходимости сменить направление. Но ехать на первую линию, играть там агрессивно, например, светляка, на этом танке все-таки не стоит. Из-за вашей большой башни в машину все-таки не промахиваются и с вашим ХП на первой линии вы навряд ли долго проживете. Наше орудие получило угол склонения 8 градусов, угол возвышения 9 градусов. То есть типичная качающаяся башня, которая вверх поднимается неохотно. Если враг перед вами будет стоять на возвышенности, на какой-нибудь горке, вы скорее всего в него не сможете стрельнуть. То же самое, если ваш танк стоит под наклоном на каком-то хорошем рельефе, вам углы вверх будут мешать. Что касаемо углов склонения, то тут вроде бы минус 8, комфортнейшие углы. Казалось бы, с таким углом склонения этот танк получил заведомо существенный плюс. Но не все так просто. Дело в том, что минус 8 у нас на бортах, а вот минус 8 во лбу и рядом нету. То есть там УВН уменьшаются на 1-2 градуса. Конечно же в ТТХ об этом замалчиваются. Но как только вы начинаете играть на этой машине и пытаетесь, выехав от башки, не доворачивая корпус, чтобы иметь возможность быстро съехать и не подставить каточек, вы чувствуете, как вам не хватает УВНов и вам приходится подставлять не только всю свою башку, но еще и корпус. Соответственно, несмотря на красивые ТТХ по УВНам на этом танке, игра от башки на некоторых рельефах на нем достаточно некомфортна. Наше орудие получило бронепробитие 210 мм для базового снаряда, 280 для голды и 45 мм для фугаса. Это еще одна тема для разговора. Дело в том, что 210 для базового снаряда, это не сказать, что прям плохо и не сказать, что прям круто. Это такой приближенно средний показатель, которого хватает на своем уровне для не сверх твердых целей. С девятками и десятками уже будет нужна голда. Конечно же, речь идет про твердые машины. Но у вас голдовый кумулятив и пробитие всего лишь 280, это очень плохо. Тут, судя по всему, расчет на то, что это достаточно мобильная машина, нефиг вам с тяжами 10 уровня перестреливаться в лоб, используйте свою скорость, заходите в бортину, корму и играйте на фланге. Так что бронепробитие Ментиса это тот недостаток, о котором хотелось бы, конечно же, сказать. К сожалению, он есть. Из-за чего в определенных боях у вас снизится результативность, и также это будет постоянно мешать вашему фарму. Время сведения нашего танка 2,1 секунды. Разброс 0,36. В плане точности у танка все достаточно неплохо. Учитывая, что на этой машине мы будем играть с улучшенной вентиляцией, стабилизатором вертикальной наводки и с просветленкой, с помощью первой оборудки, из-за того, что нам недоступен досылатель, мы в первую очередь уменьшаем перезарядку нашего барабана, и также улучшаем все характеристики нашего танка. Вторая оборудочка повышает нашу точность, ну а третья разгоняет наш максимальный обзор, который составляет 400 метров. К сожалению, почему-то достаточно сложно на этом танке пересвечивать хорошие СТ-хи, ЛТ-хи и ПТ-САУ. Вот вроде бы обзор для восьмого уровня топовый, куда еще выше для среднего танка, но тем не менее, вот особенно танки, стоящие в кустах и имеющие хорошую маскировку, вот почему-то он неохотно высвечивает. Чаще ловит лампу сам, возможно, из-за большой башни на таком компактном корпусе. Так вот о чем я. С учетом того, что мы будем играть с вентиляцией и стабом, по точности машину можно довести до достаточно хороших показателей. Время сведения у вас будет в районе 1,9, а разброс уменьшится до 0,28. С учетом вашей стабилизации и бронепробития, стрельба на ходу на этом танке достаточно неприятная, даже на ближних или средних дистанциях. Сводиться на этой машине и выцеливать уязвимые зоны очень важно. Помимо этого, с учетом ваших характеристик в плане точности, вы часто на этой машине будете играть танк поддержки, отстреливать врагов издалека. Так вот здесь вас больше всего будет накалять не ваша стаба или там средняя точность, а скорость полета снарядов. ББХ летит всего лишь 914 метров в секунду, как и фугас, кстати. Вот а наш голдовый кумулятив летит со скоростью 1143 метров в секунду. Это очень медленные снаряды и придется вам при игре издалека брать очень большое упреждение. А если это быстро бегущая цель, которая двигается хаотично, то замедляется, то ускоряется, или же меняет направление, или вдруг резко остановится, попасть по этой машине с барабана будет вам максимально сложно. Перезарядка нашего барабана в стоке 26,5 секунд. С той оборудкой плюс допайком и, конечно же, прокачанным экипажем, вы сможете уменьшить эту цифру до 20 секунд с копейками. Время перезарядки внутри барабана 2 секунды. Соответственно, чтобы выстрелить 4 снаряда, вам потребуется 6 секунд. И это тоже является больше недостатком, чем достоинством. Исходя из этих цифр, скорострельность у этого танка 738 выстрелов в минуту. ДПМ, соответственно, у нас 1771 единица. Это не очень высокий показатель. Например, у того же Астрон Рекса ДПМ в стоке более 1900 единиц. Хотя, поверьте, даже с таким уроном в минуту Ментис достаточно неплохой дамагер. То есть, в этом плане все недостаточно критично. Да, мы многим проигрываем по ДПМу, но, например, у того же Бориски ДПМ 1400+. Хотя Бориска это немножко про другой геймплей. Соответственно, какой итог этого танка? Он не позволит вам играть агрессивно. Это типичный танк поддержки, который в большей степени играется от кустов или же на второй линии. В зависимости от того, вы играете с десятками или же в топе. Помимо этого, машина не прощает ошибок и с малым запасом прочности и отсутствием бронирования очень быстро уходит в ангар. Из-за того, что у вас барабан кадежится не быстро, 20 секунд. В топовой комплектации это тоже достаточно долгий показатель. Вас часто будут упариваться. Из-за этого вам придется на комфортной для вас дистанции постоянно держать врага. Машина имеет проблемы с бронепробитием, медленными снарядами и куча других нюансов. Поэтому данный премтанк я не могу отнести к числу тех, которые обязательны в ангаре. Он будет больше интересен коллекционерам или же тем, кому просто не на чем играть. Типичный нормальный танк, неплохой и не имба, который конечно же можно поиграть в рандоме. Ну а количество боев и продолжительность игры на нем будет зависеть в первую очередь непосредственно от самого рандома. Народ, а у меня на этом все. Не забывайте подписываться на канал, прожимайте лайки, пишите комменты. Спасибо вам за поддержку канала. До новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok